МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земля под строительство крематория выдана незаконно". -"Нашему монополисту на рынке предоставления ритуальных услуг на самом деле строительство крематория вовсе не нужно". -"Прокуратура нашла нарушение и запретила стройку. Неужели проект снова сыграл в ящик? День здоровых детей уходит в прошлое". -"Два дня, когда идут здоровые, да, три дня, когда больные. И в эти дни возможен перегресс, это неудобно". Потоки ребятишек в поликлиниках разделят, а нагрузку врачей перераспределят. Где пациентов начнут принимать по-новому? Исполняем мечту 8-летнего Лёни вместе с вами. -"Забрести машину в ре... в ре... мне". Чтобы научиться ходить, Лёне нужны деньги на курс реабилитации. Знакомимся с ещё одним героем акции -"Дети вместо цветов". Здравствуйте. Новости в эфире Афонтово. В студии Ольга Дубровская. Начинаем выпуск. Строить крематорий не разрешает прокуратура. Земельный участок не соответствует санитарным и экологическим требованиям, а земля, переданная инвестору, незаконна. Эти и многие другие нарушения выявили прокуроры. Значит ли это, что строительство дома вечного сна снова поставят на паузу? В проблеме разбирался Антон Шевчук. Вот здесь, прямо на территории кладбища Бодолык, должен появиться первый в Красноярске крематорий. Участок почти 14 тысяч квадратных метров уже сдан в аренду инвестору на 49 лет. Но в прокуратуре посчитали, что земля предоставлена не по закону. Вот результаты этой проверки на бумаге. Участок не соответствует санитарным и экологическим требованиям. Также администрация не предоставила никаких сведений о целях использования земли. Сейчас там находится гараж, который тоже перешел в аренду, поэтому надзорные органы смутила территория. Она шире самой постройки в 19 раз. В администрации с доводом прокуроров не согласны и объявлять новый конкурс не собираются. Нет конкурсов никаких не будет. Процедуры конкурса все прошли. По оценкам комиссии, которая проводила конкурсы, все процедуры, реализованные в соответствии с законодательством, прошли успешно. Победитель конкурса определен. Мы обсудили этот вопрос. Мои коллеги, которые юридическими процессами в этом проекте управляют, они подтвердили правомерность решений администрации города. Поэтому в данном случае будем дальше отстаивать свою позицию. Соответствующую информацию мы готовим в прокуратуру, готовим ответ согласно представлению. В этом ответе мы укажем свои основания и обоснования. Инвестор до сих пор не обратился за разрешением на строительство крематория. В этом году администрация проводила конкурс на лучший проект дома вечного сна. Заявилось четыре претендента. В итоге победу одержал местный предприниматель, владелец ООО «Красноярский крематорий». Именно его фирма отправляет тела умерших в Новосибирск. А теперь бизнесмен задумал построить собственный крематорий. С журналистами и депутатами предприниматель общается неохотно. Городские парламентарии уверены, что проект, скорее всего, так и останется на бумаге. Ряд участников этого рынка ритуальных услуг, что, собственно говоря, и подтверждается всеми происходящими сейчас событиями, что нашему монополисту на рынке предоставления ритуальных услуг на самом деле строительство крематория вовсе не нужно. И все это только ради того, чтобы возглавить процесс якобы строительства крематория, для того, чтобы максимально затянуть и подольше можно было воспользоваться как раз своим монопольным положением на рынке ритуальных услуг в городе Красноярске в том виде, в каком оно сейчас существует. По статистике в Красноярске в год умирает больше 10 тысяч человек, и мест на кладбищах почти не осталось. Прокуратура края направила в мэрию предписание, чтобы там поторопились с вопросом о строительстве крематория. Иначе скоро людей просто негде будет хоронить. А теперь следующим предписанием требуют устранить нарушения в сфере земельного законодательства. Администрации заверили, что сроки не сдвинутся, и крематорий в Красноярске появится до конца 2020 года. Антон Шевчук, Антон Махов, Эдуард Баглая, Фонтова новости. На 10 часов задержали рейс до Норильска. 180 пассажиров до сих пор сидят в аэропорту Красноярск, хотя должны были вылететь в Алэкель еще в 11 утра. Причины задержки рейса пояснили. В аэропорту плохая погода в северной столице. Известно, что горячую еду и напитки людям предоставили только совсем недавно. Также до сих пор решается вопрос с расселением. Всех обещают разместить в гостинице к вечеру. И, как сообщили в пресс-службе, это не единственный рейс в Норильск, который сегодня отменили. Сейчас плановое время вылета в 4 утра по местному времени. Первая бережливая поликлиника в нашем городе начнет работу уже зимой. Суть бережливости в том, что здоровых и больных пациентов разведут по разным коридорам. Сейчас в поликлиниках для здоровых пациентов есть специально отведенные дни. Это вторник и четверг. Как нововведение скажется на работе врачей, расскажет Екатерина Усатенко. На два дня, когда идут здоровые, а три дня, когда больные. И в эти дни возможен перекрест. Это неудобно. Заместитель главного врача Анжелика Иванова рассказывает, уже через полгода восьмая поликлиника в Солнечном будет работать по другому графику. Само здание ждет большая реконструкция, после чего здесь появятся два разных отделения. Для тех, кто болеет, и тех, кому в поликлинике просто нужно взять справку или поставить прививку. Если мы посмотрим назад, то наиболее выступающая стена и до вот этой колонны – это будет все представляться отделением здоровых детей. Перегородка будет выполнена из материалов светоотражающего характера. И внутри перегородки будет служебный вход. То есть врачи-педиатры будут перемещаться из отделения в отделение не по улице, а территориально внутри поликлиники. В каждом отделении будет своя регистратура, гардероб и колясочная. При такой системе в небольшой поликлинике организуют 12 участков. Нагрузка на специалистов, говорят, не изменится. Врач продолжит работать по 4 часа. Два часа будет принимать больных, а затем в соседнем отделении будет вести прием здоровых пациентов. При таком подходе потоки деток пересекаться не будут. Так уже давно работают в Москве и Кирове. Родители юных пациентов к переменам относятся положительно. Наверное, хорошо, потому что не заразить других здоровых детей. Я хожу на плановые только раз в месяц. Я даже не знаю, вот когда запишут, тогда иду. Записываюсь заранее. К реконструкции должны приступить на следующей неделе. Сначала закроют одну часть поликлиники, затем другую. Появится и дополнительное оборудование. Оценить новшества пациенты смогут уже зимой. А краевые власти обещают уже в этом году проект бережливой поликлиники реализовать еще в 15 учреждениях. Екатерина Усатенко, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. 48 980 рублей – такова средняя зарплата жителя Красноярского края. Сейчас, может быть, вы почувствовали себя жителем другого региона. Но, тем не менее, данные такие статистики опубликовали. И это итоги подсчетов за первое полугодие 2019 года. Итак, самой высокооплачиваемой сферой деятельности оказалась добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата работников – 107 911 рублей. Это на 4% больше, чем в 2018 году. На втором месте – ученые и технические специалисты. В среднем в месяц они получают 62 457 рублей. Их зарплата тоже выросла, причем значительно – на 13%. На третьем месте по уровню зарплат финансисты и страховщики. Их средняя зарплата увеличилась за полгода на 6% и составила 58 705 рублей. На последнем, 19 месте по уровню зарплат оказались работники гостиницы и заведений общепита. Средняя зарплата специалистов там – 27 138 рублей. В прошлом году эта цифра была еще меньше на 7%. Если верить статистикам, в этом году зарплаты выросли практически у всех. Исключение составили только строители. Их средний заработок упал на 5%. В месяц эти специалисты получают 42 487 рублей. Дополнительный доход теперь предусмотрен для семей, где родился третий и последующий ребенок. С 2020 года ежемесячные выплаты составят 12 400 рублей. Их край будет выплачивать до достижения детьми трехлетнего возраста. Но это касается только тех семей, где доходы ниже прожиточного минимума на человека. Для семей с тремя детьми общая зарплата не должна превышать 62 тысячи рублей. Порог для семей с четырьмя детьми – 74 тысячи рублей. Мы приняли решение со следующего года, то есть с января, выплачивать 12 тысяч 400 рублей. То есть увеличена прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка. Это достаточно значительная сумма, которая призвана прежде всего стимулировать улучшение демографической ситуации. Пойдет на пользу, но принципиальных изменений ждать не стоит. Губернатор края Александр Улс для телекомпании Афонтова прокомментировал инициативу Минприроды. Напомню, ведомство предлагает усилить борьбу с лесными пожарами, лишив региональной власти возможности устанавливать зоны контроля при тушении леса. По мнению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, решать, где тушить, а где нет, должны не губернаторы, а профильные федеральные чиновники. В частности, эти функции предложено передать Рослесхозу. Улс считает, проблеме станет уделять больше внимания. Это только, так скажем, позволит и усилить, что называется, внимание федеральных органов власти к тому, что происходит на территориях с лесами и пойдет на пользу дела. То есть как-то кардинальная ситуация должна измениться? Я не думаю, что она кардинально изменится по существу, по той причине, что в методическом плане федеральные органы власти, конечно же, оказывают помощь и влияние на решения, которые сегодня принимаются в крае. Осужденный на 7 лет строгого режима экс-депутат Аркадий Волков отказался от услуг своего адвоката. Сегодня прошло очередное рассмотрение апелляции. Журналистов в зал не пустили. Ждать решения за дверями пришлось даже родителям Волкова. Экс-депутат снова общался с судьей только по видеосвязи из СИЗО. На слушании присутствовал адвокат, но и он покинул зал суда через полчаса. По его словам, их взгляды с подзащитным на то, как должна себя вести сторона защиты, разошлись. Напомню, Николай Неручок представлял интересы Волкова около года. Я считаю, что защиту нужно осуществлять маленько по-другому. Он все равно не согласен. При таких обстоятельствах работать дальше мы не можем просто. Потому что мне это запрещено, я не могу так работать. Сейчас процесс продолжается с участием защитника назначенного судом в порядке ст. 50, то есть по назначению государства. Напомню, Волкова приговорили к семи годам строгого режима за взятку имущественного характера и мошенничество. По версии следствия, бывший парламентарий трудоустроил троих сотрудников своего благотворительного проекта «Машина добрых дел» в тресторонней организации. Именно там они и получали зарплату, по факту работая на депутата. Общий ущерб составил около 1 миллиона рублей. Новые стандарты уборки города появились в Красноярске. После универсиада власти решили поддерживать чистоту комплексно. Пока дороги моют спецмашины, на тротуарах работают пылесосы, а трудовые отряды собирают мелкий мусор там, куда техники не добраться. Антон Шевчук продолжит тему. Вот так жители девятиэтажки на Северо-Энисейской устроили экскурс в культуру Востока. Жители захотели рядом с домом японский сад камней. В итоге получилось нечто большее. Здесь журавли, речка с мостиком, больше 30 разных кустарников и цветов. Все сделано с душой. Теперь за этим пейзажем круглосуточно ухаживают и следят жители дома. Сами следим, встаем, конечно, пораньше, потому что требуется и полив это все. С лета жаркая, днем не польешь. Значит, кустарники тоже, вот там один у нас тоже видели, может, немножко подзог. Встаем рано и уходим, конечно. Уходим не в пять, не в шесть по окончанию рабочего времени. Уходим практически не раньше девяти и десяти часов вечера. А вот это благоустройство уже в масштабах города. Специалисты управления зеленого строительства следят за городским ландшафтом, подстригают траву и кустарники. В это время тротуары убирают при помощи вот таких пылесосов. Также каждый день около ста бойцов трудовых отрядов главы города наводят чистоту на остановках, в парках и скверах. Я считаю, что те, кто хотя бы раз поработал в трудовом отряде, они уже все равно остаются там, даже если оттуда уходят. И частичка остается. И трудовой отряд – это такое классное молодежное движение, которое дает не только трудовое воспитание, но и дает эмоции, воспоминания. И зарплату. Ну, зарплату тоже. С этого года в Красноярске утверждены новые стандарты уборки. Увеличилось и количество техники, которая отвечает за содержание улиц. Самые загруженные магистрали моют практически каждый день. Мы перешли на новые стандарты содержания города. Работа у нас ведется в основном направлении по 95 улицам. Это более тщательная уборка по магистралям, скажем так, часто интенсивность движения, где там, соответственно, мусор у нас накапливается в большем объеме. И больше движения пешеходов. А все остальные улицы у нас идут планомерно по графикам работы. Горожане сегодня отмечают, что город стал чище и более ухоженным. И это не случайно, ведь наведение порядка и поддержание чистоты – один из главных приоритетов в работе администрации города и лично мэра Сергея Еремина. А нам всем важно помнить, что качественный результат этой работы во многом зависит от каждого из нас, от нашего бережного и ответственного отношения к городу. Вы смотрите новости Афонтова, а мы продолжаем знакомить вас с героями акции «Дети вместо цветов». Сегодня расскажем о мальчике Лёне. Вот он, Лёне, 8 лет, и он только учится ходить. В два года малышу поставили диагноз ДЦП. С тех пор жизнь мальчика – постоянная борьба за счастливое детство. У Лёни есть мечта сыграть в футбол со старшими братьями. С каждым курсом реабилитации мечта становится все ближе. В сентябре Лёне предстоит пройти еще один такой курс реабилитации. Как помочь, не увеличивая свои траты, расскажет Екатерина Деревянко. Так, так, ну потерпи маленько, маленько осталось, давай потерпи чуть-чуть. Эти шаги для 8-летнего Лёни Китова – настоящий подвиг. Еще полгода назад мальчик был прикован к инвалидной коляске и не мог ходить. В два года Лёне поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. С тех пор, рассказывает мама, жизнь сына – это борьба за счастливое детство. Мы, конечно, не опускали руки, занимались как бы и с рождения занимались. Но все равно этого было, видимо, недостаточно, было мало. Но каждый год мы реабилитируемся. Много уже городов проехали, три раза в Китае были. Больше, конечно, результаты у нас оттуда пошли. Ну, так как уже и мальчик большой, и школа началась, нам уже трудно ездить по другим городам, и мы занимаемся в нашем городе. Лёня любит кататься на велосипеде, у него это хорошо получается. В этом году мальчик идет во второй класс. С программой первого класса, рассказывает мама, Лёня справился очень легко. Любимый предмет в школе – математика. А еще он хорошо запоминает стихи. Когда идешь к людям с добром, улыбка, улыбка, Лёня. А в секте, горячим, теплом, только добро, а завете. В прошлом году Лёня посещал занятия по робототехнике. На них у Лёни появилась заветная мечта. У Лёни, помимо того, что он хочет стать изобретателем, у Лёни есть мечта – это с его старшими двумя братьями поиграть в футбол. Это вот… Да, Лёня? Да. Да. Вот мы стремимся к этой мечте, чтобы все-таки она у нас осуществилась. С каждым курсом реабилитации мечта Лёни становится ближе. В сентябре мальчику исполнится 9 лет. И в этом же месяце Лёне предстоит пройти еще один курс реабилитации здесь, в Красноярске. К нам в город приезжают специалисты, с которыми мальчик занимается не первый год. Стоимость лечения чуть больше 76 тысяч рублей. У семьи таких денег нет. Мы стараемся каждый месяц заниматься. Просто у нас пенсии не хватает, естественно, Лёниной. Работает один папа, а помимо Лёни у нас еще двое старших детей. Поэтому желательно, конечно, вот раз в месяц мы вот по две недели берем занятия и занимаемся. Помочь Лёне можем и мы с вами. Для этого нужно присоединиться к акции «Дети вместо цветов». 1 сентября, в День знаний, мы предлагаем деньги, которые вы планировали потратить на цветы учителям, перевести в благотворительный фонд «Добро24.ру». А учителю купить один большой букет от класса. Педагоги акцию поддерживают уже третий год. Говорят, не обидятся, а наоборот, будут гордиться своими учениками. Екатерина Деревянко, Вячеслав Казаков, Афонтова новости. Итак, поучаствовать в акции «Дети вместо цветов» очень просто. Если вы или ваш класс, или ваша школа готовы отказаться от букетов учителям и перечислить сэкономленные деньги подопечным фонда «Добро24.ру», заходите на сайт фонда, нажимайте кнопку «Пожертвовать» и перечисляйте деньги. Если вы соберете необходимую сумму позже, например, к Дню Знаний и хотите передать ее представителям фонда лично, звоните нам в редакцию 285-14-14, все расскажем и объясним. Подробная информация об акции есть на сайте нашей телекомпании «Афонтова.ру» и на сайте фонда «Добро24.ру». Четырьмя новыми артистами пополнилась труппа театра юного зрителя. Имена новичков представили коллективу сегодня на первой встрече после летнего отпуска. Творческий сезон в Тюзе стартует только в октябре, но постановки можно посмотреть уже с 29 августа. В этот день зрителям покажут спектакль «Хроники» на арнии «Племянник чародея». В этом году театр продолжит работать над продолжением циклов фэнтезийных повестей, и уже 15 ноября зритель увидит третью часть «Конь и его мальчик». Кроме того, в этом году театр юного зрителя отмечает юбилей. 7 декабря Тюзу исполняется 55 лет. Подготовка к празднованию уже началась. Мы решили праздновать в несколько этапов. Вот сентябрьский этап – это как раз вот этот большой фестиваль «Детский мир. Театральный синдром». В октябре у нас будет лаборатория «Вешалка», и вы сможете увидеть вживую Каму Мироновича Гинкаса, который приедет сюда вместе со своими пятью учениками и с нашими актерами сделают каждый из его учеников по одному акту Гамлета. Хоккейный «Сокол» в межсезонье не знает поражения. Баскетбольный «Енисей» расторг – контракт с одним из легионеров. С новостями спорта познакомит вас Антон Соркин. Юлия Зыкова продолжает собирать награды чемпионата России по пулевой стрельбе. Накануне в республике Татарстан Красноярка одержала уверенную победу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. Несколькими днями ранее спортсменка взяла золото и в стрельбе из пневматической винтовки. Тем самым Зыкова подтвердила статус первого номера сборной России. Именно она в конце мая в Германии, выиграв этап Кубка мира, завоевала для России квоту на участие в Олимпийских играх. В городе Аникшай подопечные Дрожжена Анзуловича проводят первый предсезонный сбор. В начале сентября на полторы недели команда отправится на Высокогорье Италии, а финальный этап подготовки состоится в Загребе. Перед стартом чемпионата единой лиги в Хорватии «Енисей» проведет ряд товарищеских матчей. Новый сезон для красноярского клуба начнется 28 сентября матчем с ЦИСКО. Антон Соркин, Афонтова Спорт.